Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это восьмая часть урока по Word Creator 2. Предыдущую часть можете посмотреть, нажав на подсказки вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Итак, так как недавно вышел глобальный апдейт в Word Creator 2.1.0 То я буду писать эту часть уже на самой новой версии. Да, у меня много чего было записано, но сейчас это уже не имеет смысла. Так как внесено очень много крутых изменений. Как Вы помните, предыдущие части я писал на RC13 и за это время очень много чего поменялось и добавилось. Как раз сейчас я расскажу об этих обновлениях. А затем продолжим говорить о том, на чем я остановился в седьмой части. Кстати, для всех подписчиков у меня есть промокод скидка на 10%. Если Вы зайдете в меню Buy, выберите подходящую цену и перейдете в окно приобретения продукта. Вы сможете отметить опцию, у меня есть купон на скидку. Затем введя Charlie Tutors, вы получите эту скидку на 10%. Это будет $12. Приятной покупки! О всех нововведениях можно почитать в вкладке Release Notes. Но я также о них постараюсь рассказать во всех подробностях. Во-первых, у Word Creator появился ланчер, в который Вы вводите свой логин и пароль. В нем же делаются автоматические обновления. Также в нем можно читать все новости, информацию о вносимых изменениях. А также посмотреть базовые уроки на английском языке. И конечно же, быстро перейти на любую из социальных сетей команды. Чтобы запустить программу, нажимаем Launch. После проверки лицензии у Вас произойдет ее запуск. Так что же изменилось со времен RC13? Во-первых, разработчики очень хорошо поработали над производительностью ядра. Такое ощущение, что они полностью с нуля его переписали. Программа стала работать намного быстрее даже на моей 1030. Но сразу говорю, что сейчас я начал писать уроки на новой 2080T. Но даже сидя на 1030T, я заметил ускорение в работе с текстурами, фильтрами и так далее. Во-вторых, все настройки рендеринга для картинки можно сохранять отдельно. Для каждого проекта. И из-за того, что создали новую медиабиблиотеку, которая находится вот здесь. Поменялись пути к текстурам, фильтрам, деталям и так далее. Поэтому, возможно при открытии старых проектов, у Вас что-то может не загрузиться. Но это легко исправляется в редакторе. Просто переназначаете пути и все. В-третьих, по сравнению с предыдущей версией, Вы увидите изменения положения иконок и совсем новые в данной области. Например, появилась иконка Post, в которой есть настройки симуляции и о них мы поговорим в отдельном уроке. Также появилась иконка медиабиблиотеки и ее Вы уже видели. Отдельная иконка экспорта. И немного поменялось положение всех параметров. И наверное, Вы уже заметили, что слева на панели стало больше иконок. Первые 7 иконок, Вы уже знаете из предыдущих уроков. Следующая иконка включает и выключает манекен. Причем теперь, это может быть кастомная модель, а не только деревянный человечек. Затем идет иконка компаса и она уже была в предыдущих версиях. Благодаря компасу, можно продумывать разные сценарии. Далее идет включение-выключение сетки и эта иконка тоже была в предыдущих версиях. И ниже были все иконки, кроме топографической карты. И еще ниже обычного скриншота, появилась возможность сделать панорамный скриншот. Если сейчас нажать на эту иконку и перейти в документы. У Вас в папке SWORD CREATOR, в скриншотах появится панорамный скрин. Который выглядит таким образом. Так что знайте, теперь у Вас есть такая крутая возможность. Также поменялся подход в создании текстуры фильтров. Он стал намного удобнее. Теперь в фильтрах есть Realtime Preview и если сейчас зайти в них, нажать Add Layer, а затем Add. Вы заметите, что теперь не появляется выпадающее окно с библиотекой. Как это было в предыдущих версиях. А категория фильтров сразу расположена на панели справа. Вверху находятся категории, а внизу список фильтров в выбранной категории. Так вот, выбрав ее и кликнув на любой из фильтров, Вы сразу же увидите, как он применился. Работает Realtime Preview, которое рендерится очень быстро. Как только Вы нажмете кнопку Add, тогда фильтр будет применен к Вашему ландшафту. До нажатия этой кнопки, это просто Preview. В текстурах теперь то же самое. Вы просто указываете путь к библиотеке с ними и у Вас открывается она на панели справа. Они выпадают в отдельном окне. Для того, чтобы у Вас были все эти текстуры, нужно установить Asset Library. Как я и сказал, это нововведение в Word Creator и к нему уже пора привыкнуть. Для того, чтобы скачать установочный файл, идем на сайт и на странице Download качаем Asset Library. Это абсолютно бесплатная библиотека, которую обещают обновлять каждый месяц. Вы 100% можете использовать ее в своих коммерческих целях. После того, как Вы скачали MSI файл, закрываем Word Creator и запускаем установку. Она будет на немецком языке. Не пугаемся и просто нажимаем эту кнопку. Меняем путь на тот, где у Вас лежит папка Word Creator в документах. И нажимаем Next. После установки запускаем Word Creator. Указываем данную папку в Library Folder и у Вас появятся стандартные ассеты. Здесь, к сожалению, нет Real-Time Preview. Но все равно стало удобнее работать с самими текстурами. Выбираем любую из них и нажимаем кнопку Add. Затем выбираем следующую и повторяем это действие. После чего нажимаем на Back, чтобы закрыть библиотеку и приступить к работе с текстурами. Так вот, в текстурах появилось два крутых параметра. Это Roughness и Sediment Surface. Давайте я поменяю песок на текстуру какой-нибудь скалы. Для чего поймете чуть-чуть позже. Затем идем в General. Включаем Triplonar и Eliminate Tiling. Так вот, в Sediment можно выбрать поверхность, которая участвовала в симуляции в вкладке Post. То есть есть специальные слои, к которым можно применять отдельные текстуры. И чтобы увидеть изменения, Вам нужно запустить симуляцию. Сейчас я не буду подробно об этом рассказывать, так как симуляция в Word Creator 2 это отдельная тема, которая требует отдельного урока. И сейчас у меня по плану другие темы, о которых хочется немедленно рассказать. Все же я хочу продолжить седьмую часть. То есть рассказ о том, на чем мы остановились в ней. А потом уже рассказывать о симуляции и других новых фичерах. Ведь я уже рассказывал Вам о текстурах и фильтрах, но в них появились апдейты. И глупо будет пропускать эти все нововведения. Итак, когда добавили второй параметр Roughness в управление распространением текстур. Я очень обрадовался, так как он позволяет быстро получить какие-то скалы на скосах и так далее. То есть этот параметр используется для нанесения текстуры в зависимости от шероховатости Вашего ландшафта. Как Вы уже поняли, Roughness находится ниже Cavity. Логично же. Если Вы включите эту опцию, то Вы сразу заметите магический эффект. Причем просто включив Roughness, Вы уже получаете шикарный результат без всяких настроек. Если включить Hitmaps, то Вы увидите влияние данных опций во время изменения настроек. При желании можно инвертировать их. Итак, к этой опции мы еще обязательно вернемся. А сейчас идем дальше. Как я и сказал ранее, самый важный апдейт это Media-библиотека. Так как много пользователей в Word Creator просили добавить эту возможность. И она Вам позволяет создавать и добавлять свои текстуры, нажав на кнопку Create. То есть Вы просто нажимаете на эту кнопку и у Вас появляется пустая нода. В слоты которой можно загрузить нужные текстуры Albedo, Normal Map и Displacement. Написать описание, указать сайт и так далее. Конечно же, наконец-то Вы можете импортировать свои Mesh с помощью той же кнопки. И на самом деле, в библиотеке очень много интересных параметров. И это тоже требует отдельного урока. Также я хотел сказать о маленьком изменении, касаемо Observe Tools. Если помните, вся эта информация была справа в старых версиях. Теперь она находится слева и у нее другой цвет. А справа теперь появился специальный манипулятор, который показывает оси вращения. Кликнув на них, Вы активируете определенный вид справа, слева и так далее. Как в том же 3ds Max, Maya и других 3D редакторах. Еще одно важное нововведение. Это когда Вы приближаетесь к ландшафту. Камера не проходит сквозь землю, а плавно летит вдоль нее во время вращения колеса мыши. Это все, что я хотел рассказать в данной части урока. О новых фильтрах и других новых возможностях, поговорим в следующих частях. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!